blackout автор chainsaw лилия пропала 7 месяцев назад милиция прекратила искать ее уже через три а мать до сих пор нет нет да и начнет всхлипывать в трубку среди дежурного звонка как дела сынок как работа да ничего вам ничего я видел как это случилось тем вечером мы здорово напились она рассталась с очередным проходимцем и я поил ее специально на этот случай припасенным молочным вискарем изо всех сил скрывая тихую радость ничего погрустит и перестанет не впервой так будет лучше моей сестре вечно катастрофически не везло мужиков опомнились уже во втором часу господи завтра же на работу да оставайся найди тебе футболку нет пойду надо себя в порядок привести такси может вызвать дурной что ли ракфеллер нашелся на трамвае шести стандовок доберусь как-нибудь не переживай антош спасибо ну смотри сама напоследок вышли на балкон покурить я неловко рассыпав горку выбралась переполненной пепельницы бычок подлиннее или ли достала пижонскую зубочистку привалилась ко мне щелкнула сжигалкой вот свет что ли вырубила угу и точно домах что подальше светились редкие окна далеке на тэд сияла привычное зарево натриевых прожекторов но фонари вдоль дороги и на бульваре не горели темноту на улице разбавляли только фары редких машин проезжавших мимо потухли даже светофоры часть города погрузилась глубокий словно бы жидкий мрак лишь дружелюбно светились за деревьями окна стоявшего на реалиях трамвая сейчас он был похож на ярко освещенный пустой аквариум в темном комнате слушай а как же я с трудом ворочил языком бутылку мы успешно допили как же ты поедешь если электричества нет ой ну может не все отключили вон свет и горит она указала пальцем на трамвай и чуть не выронила сигарету или на аккумуляторах и может ты не знаешь не знаю мне пожал плечами и прислонил лоб к охладному стеклу ну ладно если что возвращаясь и такси наберу но она не вернулась я смотрел с балкона как она села с трамвай пару минут спустя он тронулся возя ее прошло 7 месяцев и она все еще не вернулась три дня назад мне несмотря на уже выпитые привычно не спалось я вышел на балкон покурить улицы встретили меня чернотой вместо оранжевых огней тянувшись обычно влево и вправо насколько хватало глаз чем более не сдерживаемая темнота словно вышла из берегов как поднявшийся прилив потопила дорогу поднялась выше тротуаров осторожно лизала самые верхние ступени подъездных лестниц норовя проникнуть внутрь и достигнуть самых квартир оказывается звезды становятся гораздо ярче когда глаза не слепит уличное освещение опять свет выключили ушимально подумал я черкой сжигалкой застыл глубинах подсознания шевельнулся червячок неприятной ассоциации за деревьями чуть страннее отстановки на рельсах ждал и приветливо свертелся большими окнами припозднившийся трамвай увидев его я ни о чем особо не думал сунул ноги в сандалии которых обычно хожу выбрасывать мусор накинул куртку лифт поднимался слишком долго так что я сбежал по лестнице пешком прыгая через три ступеньки успел как только и запрыгнул трамвай его двери закрылись мне не забыть как тогда на следующее утро после исчезновения сестры я проснулся около полудня с головой полный живых ос ничего еще не подозревая без толкового шаре по полу руками с похмелья я подобрал телефон чтобы позвонить на работу и сказать больно сказаться больным увидел пропущенные звонки от или и автоматические смс от оператора абонент такой-то оставил вам голосовое сообщение для прослушивания наберите короткий номер вроде похолодело набрал дрожащими пальцами безнадежностью сознавая случилось что-то плохое пока я спал голосовых было несколько у вас 5 новых сообщений для прослушивания нажмите клавишу 1 антон а ты спишь уже раздался голос сестры прости пожалуйста я наверное не в тот травмай села но в депо едет или еще куда то вообще не узнаю дорогу я сейчас выйду сяду на обратный встретить меня если сможешь из-за такси тебе потом отдам хорошо у вас четыре новых сообщений для прослушивания нажмите клавишу 1 антон связь стала хуже динамик набили шуршащий ватой у меня на какую-то конечный привез но тут тоже света нет непонятно куда идти трамвай номер 14 знаешь такой блин а если он последний был вот я встряла дура надо было сразу на машину соглашаться перезвони если проснешься ладно у вас три новых сообщений для прослушивания антон я не понимаю я вижу твой дом универмаг рядом вон там бульвар и у тебя прям под окном и стою это он меня обратно привез получается как же так я бы заметила разворот на 180 ладно поднимаюсь сейчас буду в дверь тебе отарбанить не пугайся а тут тима кромешные люди попрятали жутковато я от этих приключений начисто протрезвела блин стоило только виска переводить все бегу жди у вас два некоторое время в трубке слышно только желтое тяжелое сбившего и дыхание иногда всхлепы схрипнула и с огромным с грохотом захлопнулась какая-то дверь очень похожая по звуку на дверь моей собственной квартиры раздались быстрые шаги по бетону и битому стеклу что-то громко зашуршало самого микрофона и запись закончилась последнее сообщение было доставлено уже под утро антош привет жаркий шепот трубки не знаю получишь ли ты это я дура так долго светило фонариком с телефона и только заметила что он почти сел в общем ухо это сложно объяснить все все просто изменилось я ждала рассвета но видимо зря а слышишь этот звук словно дует ветер это не ветер никакой я поздно поняла господи я пока спряталась у дома за контейнерами где мусорка трамвай так там и стоит на крыльце я попробую опять сесть него чтобы вернуться если он ездит туда-сюда то может может мне получится но я видела здесь такое знаю что ничего уже не понимаю этот звук или резко втянула носом воздух но все еще и не справилась с собой из руки послышались сдавленные с хлеба очень хочется вернуться к тебе и к маме очень антош ты прости что я разнылась просто так и темно и страшно и совсем никого нет только эти блин вот блин слушай если у меня не получится сходи к маме спокоя пожалуйста побудь рядом и сам не грусти помолись за меня из помнишь как помнишь я тебя учила школе еще я вот помню как ты упирался не очень люблю тебя тебя бара запись оборвалась в последние секунду я слышал что-то вроде нарастающего шуму ветра в кронах деревьев но я не уверен и вот разборки с ментами подозрение на наркотики заплаканная мама федеральный розыск тишина 7 месяцев почти невыносимой пустоты но оказалось ничего еще не закончилось три дня назад я сломя голову запрыгнул тот самый трамвай который однажды забрала меня лилю догадывался ли я что я творю да черт возьми я ведь слышал те голосовые я же не идиот прослушал их тысячу раз если это пошло нет сестра не было ни сумасшедшей не наркоманкой муной двигала надежда попасть туда же где очутилась она найти ее взять за руку вернуть домой как однажды на давно она отыскала и увела к родителям я самого заревала заблудившегося в лесопавлосе возле ночи дачи я навсегда запомнил как во это чувствует себя потерянным я нахожусь в трамвае прямо сейчас завершаю свой 71 по счету рейс закинул ноги на сиденье напротив делаю эти заметки чтобы скоротить время между конечными остановки номера 14 чтобы поменьше выглядывать окна я стекал на одну поездку хоть 20 минут на одну петлю как я их теперь называю помните эту картину с лентой мебелоса в школьном учебнике у меня она постоянно стоит перед глазами бесконечная лента плоскостью которой есть только одна сторона парадокс который можно потрогать руками никакого номера 14 конечно же никогда не ходила по этим рельсам но что толку от этого знания если прямо сейчас гляньте я дотрагиваюсь до дребезжающего поручня кладу ладонь на холодное стекло чтобы ощутить темноту по другую сторону этот трамвай без сомнений существует и он особенный бог знает по какому капризу мироздания стал он таким но это так когда он прибывает на остановку то выпивает весь окружающий свет так вы сможете при случае его узнать пантограф на крыше опущен и не касается проводов на месте водителя вроде бы неподвижно сидит кто-то в оранжевой жилетке но великие искажения стекла не позволит вам рассмотреть его лицо бегите прочь что есть силы или вскоре запрыгивайте внутрь и мне все равно но помните никто не обещал что все чудеса обязаны быть добрыми он идет без поворотов и остановок от одного трамвайного кольца до другого точно такого же нет не такого же того же самого это какой-то трюк потому что в конце пути он возвращает тебя на исходную точку дверь открывается это выводишь на том же там же где до этого садился точнее так может показаться так решила лили такую же ошибку в первый раз совершила я дьявол однако же в деталь как всегда разница на первых порах трудно уловима что я увидел спрыгнув асфальт все те же улицы дома здесь они темные пусты 100 метрах стоит 9 этаж как я много лет снимаю квартиру однако ниже шестого этажа что-то случилось в ней с окнами сигнальные огни на трубах тэц извергающих тяжелый какой-то бурый тут же седающий вниз дым погашен город вокруг по ночному тихо однако рассвет похоже никогда не наступит а звезды если долго взглядывался задрав голову ты заметишь как звезды исчезают с небосклона одна за другой образуя неровные дыры в небесах области пол полной пустоты и они растут попав сюда впервые повел себя как дурак кричал на бегу дергал дверцы припаркованных машин звал сестру заглянул на мусорные баки нашел там ее скомканный носовой платок и разряженный мобильный лежащий в натекшие из бака лужи уходя из дома я забыл ключи но это казалось неважно экран дубофона не горел а дверь подъезда была распахнута погнута чем-то измазанной изнутри пешком я поднялся на свой этаж лифт не работал подсвечивая ступени телефоном раз заглядел на пыльном замусоре на полу среды косого крылья толкнул приоткрытую дверь в квартиру это скрипнув показала на утро разоренный прихожей осколки разбитого зеркала на полу выворачены ящики шкафа спутанные провода вырванные стен от моих шагов стороны разлетелись комки серой пыли скудного звездного цвета проникавшего через мутное все паутине кухонное окно хватало что понять в этом месте который я покинул где-то полчаса назад уже очень давно никто не живет в моей квартире лили конечно не оказалось в надежде вернуться назад она как и сказала по телефону снова сила в трамвай однако тот мог сделать только одно увести еще глубже еще дальше от дома у меня есть теория думаю место в которой ты приезжаешь всегда слегка отличается от того который ты покинул 20 минут назад она как бы сказать немного сдвигается относительно исходной сетки координат до некоторое время я потратил на попытки разобраться в здешних правилах кто-то понять долго шел пешком то в одну сторону то в другую сбирался на крыше домов пока они еще были похожи на дома и разжигал там костры искал рабочий транспорт не разряженные батарейки не испорченные продукты искал хоть кого-нибудь пока не понял что это небезопасно услышал шум ветра в деревьях увидел что его издает и перестал когда говорю что мир здесь смешается после каждой новой поездки то имею ввиду именно это не метафору и не фигуру речи он остановился по настоящему страну вот что ускользает из рук это словно ступать по глубокой неверной топе забираюсь все дальше и не имею возможности повернуть куда же отправилась сестра не думал не домой о нет в места где совсем уже ничего не останется от знакомых людям небес а севера приходит тоскливый нарастающий звук от которого хочется плакать туда где загнувшиеся деревья вопьются голыми ветками в покрытую сеткой варикозных вин землю где здания сядут оплавленными термитниками и в конце концов сомкнуться верхушками образуя над реалисами бесконечный туннель а кривые фонарные столбы покроются уродливыми наростами похожими на ноздреватые грибы я вижу все это прямо сейчас за окнами номер 14 как вы уже поняли я последовал за ней бездуманно словно нырнул в глубину еще один раз и еще один еще 72 петля а мое путешествие по этим полостям врожденных пространств все длится это как горячечный сон как бег на месте пока мир вокруг попросту гниет ускоренной съемки садясь в вагон во второй раз я еще успел дозвониться до матери хотел извиниться она начала кричать но я уезжал все дальше и какой-то момент связь не прервалась но ушла в сторону осталось позади то во что обратились базовые станции сотовой связи на этом слое уже не могло транслировать сигнал прости мам но я был должен как будто у меня есть выбор как будто мне нужен мир без нее там для меня не оставалось никакого смысла одна бесконечная тоска бессилие утопающие выпивка и гребанной неизвестности другое дело здесь здесь каждый следующий рейс давал мне новую надежду погружаешься глубже я находил оставленные лилий следы все более свежие места импровизированных стоянок и укрытий обрывки и одежды и панические полу безумные надписи на стенах того что было моей квартирой прежде чем переменилась она бродила тут до меня в одиночестве и практически полной темноте пряталась от ветра наверняка звала на помощь а помощь все не приходило на некоторых стоянках она провела похоже целые недели прежде чем поехать глубже она выжила поедая мясистые наросты и полые трубки что пробиваются из канализованных люков в глубине которых что-то слабое и прерывисто мерцает она была здесь я почти догнал ее и теперь я буквально чувствую это осталось уже совсем немного но нужно спешить сильнее всего меня ужасает мысль что быть может я уже безнадежно опоздал я видел тревожные признаки это не дает непокоя надписи оставленные лилий сменились перворисунками а после просто каракулями нанесенными возле самой земли места где она проходила оказались теперь помечены каким-то липким следом она пробыла здесь так давно я не ел местных отвратительных растений и зирая на голод не задерживался на очередном слое дольше чем это необходимо и все же на 20 петле у меня с правой руки отслоились ногти а пальцы стали странно гибкими 30 петли начали слизиться и болеть глаза словно им стало тесно в орбитах а на голове тут и там появились мягкие места с которых сыпались волосы вы понимаете дальше становилось только хуже и отчаянно боюсь что дальше то что даже от ищи я лили прямо сейчас она она уже не найдет себе место в нормальном мире боюсь что она уже не принадлежит ему у меня нет четкого плана нет надежного способа вытащить нас обратно я изучил номер 14 и его водителя попробовал то и это при всем безумии ситуации это все еще просто тележка на электромоторах пока мир оставался еще хоть сколько-то нормальным я разыскал и прихватил с собой какие инструменты думаю я могу попробовать включить на двигателях реверс чтобы проклятая железка увезла нас прочь из этой зловонной компостной ямы бога заполнены на и невостребованными искаженными реальностями даже если нет даже если вновь повстреча сестру я уже не смогу взять ее за руку даже если последним что мы увидим будут эти полости голубой мерцающий свет и слезь она хотя бы будет не одна телефон садится мне пора все эти фары уже видно единственное на этом маршруте остановка